Вот, и сегодня я, ну, я не помню, как точно звучит формулировка лекции, сегодня я буду рассказывать о том, собственно, как я пришел к тому, что создал бренд, с чего я начинал, вот, что я делал, какие у меня были основные, как бы, вехи в жизни и в творчестве, и вообще для чего я это делал, и, собственно, как я это делал, да, то есть, вот. Вот, и начну, ну, я начну такой с небольшой презентации, вообще, ну, если вы не знаете, чем наша компания занимается, я чуть-чуть так, кратко расскажу. Значит, мы производим мебель, вот, на сегодняшний день количество предметов у нас порядка 100, наверное, в коллекции, вот, я, честно говоря, даже не считал, потому что мы достаточно часто какие-то новинки делаем, вот, и, ну, вот, собственно, здесь такие графические изображения тех предметов, которые мы делаем, у нас есть в Москве шоу-рум, он находится в пространстве суперметалл на Баумовской, вот. Вот, еще мы занимаемся строительством, точнее, производством домов, помимо мебели мы еще производим дома деревянные, на сегодняшний день мы произвели порядка, ну, сколько, 5 домов мы сделали, вот. Вот, это, вот, в прошлом, в прошлом году, нет, в позапрошлом уже году, вот, дом Тимура Викмабетова попал на обложку Эль Декорейшн, вот, здесь все наши публикации и премии, которые мы взяли с этим домом и с разными предметами, вот, собственно, ну, вот, в конце 22-го года я получил с этим домом гран-при ADD Awards. Вот, это наш, ну, уже не существующий сегодня шоу-рум в Казани, у нас был проект, как бы, такое мультипространство, где был объединен наш офис, вот, там, если правой картинку посмотрите, там, за стеклянными перегородками был наш офис, был кафе и шоу-рум, это все было в одном пространстве, вот, и он просуществовал до 1 февраля 2023 года, мы его благополучно в этом году закрыли, вот, но в 21-м году, вот, последняя премия Architectural Digest Design Award, вот, он получил тоже, как бы, награду, вот, это, это не совсем история про Erotam Design, это я участвовал в проекте, который назывался Hard 20, я делал тарелки для этого проекта, он был посвящен событиям 20 века, одним из основных, как бы, да, и сейчас эти две тарелки хранятся в музее ДПИ, и, ну, то есть их всего три экземпляра, один экземпляр у меня дома, один экземпляр в музее ДПИ, один экземпляр в музее истории России, это бывший музей революции на Тверской, вот, ну, и это наши два победителя, придуманных, сделанных в России, стул Урундык, он в прошлом году получил гран-при, придуманных, сделанных в России, и стеллаж 45 градусов, который номинировал, получил первое место в 2018 году, вот, это то, что один из таких для нас, наверное, важных проектов мы делали, ну, вообще мы не сильно много работаем с государственными проектами, но это был такой необычный проект для нас, это присутственные места в Кремле, в городе Казани, Казанский Кремль, вот, мы совместно с Александром Волковым делали, значит, оформление вот этих пространств, присутственные места раньше были, как бы, ну, они нужны были для того, чтобы, там, генерал-губернатор до революции принимал, там, граждан, как бы, а сейчас долгое время, в советское время они стояли пустые, там, ну, ничего не было, потом там были, сидели какие-то чиновники, сейчас это сделали общественным пространством, вроде, как бы, для того, чтобы проводить какие-то паблик-толки, какие-то мастер-классы, нетворкинги и так далее, и вот мы, как бы, сделали лобби и еще сделали конференц-зал, вот, это вот как раз наш московский шоу-рум на Суперметалле, то, что мы, собственно, открыли в сентябре 2022 года, вот, пространство небольшое, но там очень много предметов, и почти все предметы, которые у нас есть в коллекции, там представлены, вот, ширма, которая торчит, кусочек, она, вон там, ее отсюда даже видно, и полка там тоже есть, не знаю, это или другая, вот, а, еще я забыл сказать, что на данный момент мы, как бы, делаем несколько коллабораций, таких обычных для себя, потому что это разные, как бы, будут направления, и я надеюсь, что мы в мае будет выставка, не помню, как она называется, на ВДНХ, там, там эти коллаборации будут все представлены с различными брендами, вот, а это наша, наши две первых, это плед с одним казанским брендом G-Soul, который занимается, вообще-то, одеждой из шерсти, мы сделали плед с ними совместно, и коллаборация с Лилией Макаровой, мы сделали светильники, которые, коллекция, которая называется Бакчап, татарский, это, значит, сад-огород, типа того, вот, и, ну, как бы, тоже мы стали производить светильники в прошлом году, летом, вообще случайная история, как бы, мы, как бы, очень долго хотели это делать, но не понимали, с кем это можно, как это можно вообще реализовать, вот, и вот познакомились в Самаре случайно, вот, с Лилией Макаровой, она преподаватель на кафедре дизайн мебели в Строгановке, и вот придумали такую историю, и, собственно, ее реализовали. Вот, а, ну, еще забыл совсем сказать, это пространство в A-House, это новый, как бы, такой, новый, не знаю, как это даже, честно говоря, звучит, это пространство, где собрано несколько разных брендов мебельных, мы в том числе, вот, там, резиденты тоже, так же, как Дело Дизайн, так же, как Архипелага, Кона Студио, вот, если это про мебель, и еще несколько разных, ну, в различных сферах брендов, которые, вот, объединены, вот, в этом особняке, 29 марта будет официальное открытие, после этого можно будет его открыто посещать, там заработает кафе, бар, в общем, можно будет все это тоже увидеть собственными глазами, как это реализовано, как это сделано, очень классное место, очень атмосферное, так что, если у кого-то есть интерес, большой фанатистский дом 20, по-моему, если я не ошибаюсь, вот. Вот, значит, теперь, ну, основная, как бы, как основной рассказ мой про то, как же и зачем делать вообще дизайн собственный, вот, и я всегда, как бы, любую вообще лекцию свою начинаю с фразы Шарля Деголя, вот, выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов, потому что для меня, ну, эта фраза стала таким маяком, наверное, потому что я, когда я стал заниматься, ну, я вообще в предметный дизайн пришел из архитектуры, и этот путь был очень долгим, вот, и достаточно сложным, и в итоге я, ну, выбрал, на самом деле, самый сложный путь, потому что я сам решил, что я буду производить, это вообще, ну, конечно, как сказать, наверное, один из самых, ну, мне бы, наверное, второй раз я бы, наверное, в эту воду не зашел, потому что производство, то еще удовольствие, вот, но, тем не менее, так сложилось, что я это сделал, вот, потому что я очень хотел делать предметы, и другого пути, как создавать что-то самому, я не видел, ну, как бы, я понимал, что там, не знаю, есть много, на самом деле, примеров, даже российских дизайнеров, которые работают с разными брендами, в том числе западными, например, там, Дима Логина, да, вот, ну, я совершенно не понимал, как бы, как, ну, вот, в то время, когда я начинал, как мне попасть, вот, в эту струю, и, соответственно, поэтому я подумал, что я зайду с другой стороны и буду просто производить то, что я хочу сам, вот, и, соответственно, для чего я, ну, как бы, решил это делать, да, ну, как бы, вопрос для чего, он, ну, такой, то есть каждый, на самом деле, отвечает на него самостоятельно, как бы, для чего, зачем, почему вы, как бы, начинаете заниматься той или иной деятельностью, для чего я стал заниматься вообще дизайном, да, в том числе предметом, для чего я создавал бренд, для чего я вообще в эту историю залез, вот, ну, и я, естественно, это не в процессе, как бы, не, 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 вот, не, не то, чтобы я сел, как бы, и для себя составил список, для чего я буду это делать, да, это я, как бы, понял в процессе, пока я что-то придумал, что-то производил, ну, причем, я производить начал, ну, не сразу, и, точнее, как бы, у меня были сначала какие-то мастерские, с которыми я работал, но не было собственного производства, вот, я пытался, как бы, делать какие-то предметы у разных, у разных людей, и это получалось всегда достаточно плохо, вот, и, когда я уже, ну, когда мы уже проделали определенный путь, я сел и стал, ну, как бы, понял, что нужно, как бы, систематизировать все, что, все, через то, что я прошел, и вот я выделил три, значит, основных таких факторов, почему, для чего, зачем я вообще это делаю, вот, и зачем я придумываю свой дизайн, зачем я вообще пошел в эту сложную историю, потому что, даже когда у меня появилось собственное производство, и долгое время, ну, там, у меня не было офиса, то есть офис у меня появился, как бы, в конце 19-го года, 2019-го, да, вот, ну, на самом деле, так, в полную силу он заработал, наверное, вообще, где-то, вот, весной 20-го, а до этого я, ну, большую часть функций выполнял один, то есть у меня было производство, оно находилось в 70 километрах от моего офиса, ну, то есть в другой республике, на самом деле, вот, там, там был начальник производства, как бы, с которым у меня был более-менее налажен какой-то диалог, контакт, вот, а больше никого не было, то есть и функции, там, не знаю, начиная от приема заказа, заканчивая упаковкой и отправкой, там, на деловые линии, как бы, занимался я, вот, в конце концов, я понял, что это просто путь в бездну, я падаю и, как бы, очень плохо, наверное, закончу, если я что-то не поменяю, вот, и я решил, что, ну, нужно, нужно немножко, как бы, пересмотреть свои отношения с производством, с офисом и, вот, стал, как бы, собирать команду, вот, и с производством я, пока я был один, я очень много ругался, очень много спорил, потому что тот продукт, когда я вообще пришел, ну, как, когда у нас появился, там, первый заказ, я пришел к ним, там, делать первые предметы, они вообще не понимали, что это, то есть, потому что, ну, как бы, люди привыкли работать, там, условно, с плитой ЛДСП, вот, они делают какие-то, там, шкафы-кроватки детские, что-то такое, вот, и у нас был один только, в принципе, и сейчас один настоящий столер, который, как бы, понимает, что он делает, и он, как бы, знает узлы, и знает, как работать с деревом, и так далее, вот, но тогда, тогда мы очень много ругались, тратили ресурсы друг друга, потому что они не очень понимали, нафига это все делать, вот, и, как бы, это все плохо продается, очень плохо это, как бы, продвигается, и можно, там, есть, например, примеры соседей, которые делают, там, 5 тысяч детских кроваток в месяц, они отправляют вагонами по всей России, и прекрасно живут, у всех высокие зарплаты, а мы, как бы, ну, что-то изобретаем, непонятно для чего, вот, и я им всегда говорил, ну, что, как бы, я смотрю чуть дальше, и для меня это, в первую очередь, конкурентное преимущество, потому что людей, которые работают с плитой ЛДСП, их очень много, ну, и, как бы, а людей, которые делают дизайн, их не так много, ну, во всяком случае, тогда было, сейчас их станет стало сильно больше, особенно, вот, в последний год, как-то я тенденцию очень заметил, вот, поэтому, первое, это было конкурентное преимущество, но на самом деле, как бы, конкурентное преимущество, как бы, это, наверное, на первом месте, оно стоит потому, что я, мне нужно было убедить людей, что мы идем правильной дорогой, для меня лично всегда во самом важном был процесс, то есть, для меня это было очень увлекательно, потому что я, ну, я, как бы, я играл, по большому счету, то, что я делал, я играл, да, то есть, вот, это, как бы, история, когда ты в детстве строишь город, и у тебя, там, есть, не знаю, какие-то жители, персонажи, ты, как бы, создаешь свою какую-то историю с какими-то правилами и так далее, то есть, по сути, ты, как бы, делаешь некую экосистему, в которой, как бы, есть одному тебе понятные, четкие правила, и тебе от этого хорошо, по сути, вот, то, что я начал создавать бренд, это и была та игра, в которую я играл, там, условно, в детстве, там, с кубиками, да, я ее просто перенес в взрослую жизнь, решил, что мне нужно создавать такую же экосистему, внутри которой мне будет комфортно находиться, и, как бы, мне будет весело и интересно, а, как бы, для меня это самое главное, потому что, по большому счету, сам, ну, то есть, я это осознал, там, не сразу, но, глобально, самое главное для меня в жизни, как бы, от чего я пытаюсь всегда уйти, это, вот, скука, да, то есть, я, как бы, вся моя жизнь, это борьба со скукой, я придумываю постоянно себе какие-то, какое-то веселье, чтобы мне не скучать, чтобы заниматься чем-то, вот, потому что, я иногда даже замечаю, когда я, моя голова ничем не занята, я просто начинаю, ну, то есть, я начинаю себя ругать, там, если я начинаю, просто, там, я придумываю себе, что я устал, и мне надо немножко отдохнуть, и я сижу, и туплю, и смотрю какой-нибудь YouTube, вот, то через полтора часа я очень злюсь на себя, потому что понимаю, что, блин, нафига я вообще это все делал, как бы, вообще, абсолютно отвратительное времяпрепровождение, вот, то же самое примерно у меня, ну, произошло, и, как бы, как-то правильно сказать, чтобы вы меня правильно поняли, с друзьями, да, то есть, я в какой-то момент понял, что то количество времени, которое я трачу на общение с друзьями, со своими, там, например, в пятницу вечером мы идем в бар и проводим, там, 4 часа или 5, а потом это все очень осложняет субботу, вот, как правило, я понял, что это ужасно, потому что, ну, как бы, я теряю какое-то колоссальное количество времени, я даже расстроился в один момент из-за того, что я когда-то, там, давно, столько времени вообще проводил с другими людьми, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным для себя и для общества, вот, ну, и последнее, почему-то тут тоже цифра 2 стоит, на самом деле, это, как бы, пункт 3, это реализация, ну, реализация творческая, реализация идей, как бы, это то, что, в конце концов, делает, ну, я, как человек, у которого уже, там, взрослый сын, да, я понимаю, что вот-вот он уже готов, как бы, начать собственную жизнь, я понимаю, что если бы у меня сейчас, ну, не было бы моего дела, не было бы вот этой истории, которая меня захватывает, я бы, наверное, сильно загрустил, потому что, ну, как бы, там, синдром покинутого гнезда и все такое, вот, и слава богу, что я, как бы, ну, вот, реализуюсь еще в чем-то, кроме, там, например, своего сына и кроме детей, да, вот, это, как бы, ответ на вопрос, для чего я этим занимаюсь, вот, теперь, как, да, как я это делаю, и, ну, я немножко отмотаю назад, вот это я, мне 3 года здесь, я родился в Казани в 79-м году, вот, ну, как бы, в обычном, таком спальном районе, это, у меня дом был последним, дальше начинались какие-то там, как это называлось, плодопитомник начинался, да, там, очень много разных каких-то культур росло, потом был танковый полигон, потом там еще какие-то деревни, аэропорт, в общем, то есть у меня, вот, как бы, окна моей комнаты выходили на лес, и, как бы, там ничего не было, вот, и, соответственно, ну, как бы, это был простой такой рабочий спальный район, и, соответственно, как бы, люди, которые меня там окружали, там, мои соседи, там, по моему подъезду, они были, ну, как бы, простые ребята, вот, это их фотография, вот, я, как бы, сделал в какой-то момент, ну, это вот, прямо у нас во дворе, они сидят там, курят, разговаривают о чем-то, ну, вы понимаете, о чем я говорил, когда я зальюсь на то, что я тратил время, да, впустую, вот, и, как бы, в какой-то момент я начал ощущать, не знаю, ну, это я еще даже, наверное, в школе не учился, что окружающая меня действительность меня немножко не устраивает, и я помню, когда я ходил, например, в школу, я всегда допридумывал, как бы, ну, то есть я ходил, вот, там, дворами в школу, я всегда допридумывал, как бы могла выглядеть, ну, как бы, среда, да, то есть, как бы, круто могли бы выглядеть дома, там, и так далее, все время что-то дорисовывал в своей голове, вот, и поэтому, конечно, ну, вот, это то, что я видел, как бы, меня немножко огорчало, плюс мои родители, они архитекторы, и у нас, и так получилось, у нас дома были журналы по дизайну, вот, которые назывались техническая эстетика, и поскольку особо развлечений у меня, как бы, не было, телевизор был черно-белый и довольно унылый, я занимался тем, что я бесконечно перелистывал эти журналы, их было, там, порядка 20-30 номеров, вот, и я листал, листал, все время, как бы, смотрел, и у меня возник когнитивный диссонанс между тем, что я вижу, ну, условно говоря, на улице, и между тем, что я вижу в журнале, вот, я подумал, как же так, то есть, где все эти прекрасные предметы, которые созданы людьми, вот, которые, там, вот это, кстати, по-моему, сумасвалы есть на выставке, макет этого сумасвала, вот, и как же вообще, почему, как бы, если люди придумывают такие красивые, классные вещи, почему мы ими не пользуемся, почему, там, у меня в школе такая дурацкая парта, и дурацкий стульчик, там, который покрашен масляной краской, там, 20 раз, и вообще, то есть, вот это вот все, почему вот так, вот, и, наверное, это был первый, как бы, такой мой заход в дизайн, да, когда я, я не то чтобы думал, что я хочу, там, создавать что-то, я вообще тогда не думал об этом, у меня были совершенно другие интересы, но, как бы, вот это, наверное, как-то отложилось у меня в голове, вот, и вскоре, в общем, когда я закончил школу в 96-м году, я поступил на архитектурный факультет в Казани, в академию архитектурную, ну, вот, и совершенно случайно, еще учаясь на последнем, в последнем классе школы, мне попался в руки каталог фабрики картель итальянской, и еще одной фабрики, не помню уже название, я вдруг, как бы, ну, заново меня, как бы, возникло вот это вот чувство, то самое чувство, когда я смотрел журнал «Техническая эстетика», я опять это, вот, как бы, слово снова испытал, я увидел, что, вот, есть какие-то крутые штуки, предметы, мало того, есть люди, которые их придумывают, вот их имена, это дизайнеры, и вообще, как бы, это какой-то другой мир, он мне очень нравится, я туда хочу, вот, вот, я поступил на архитектурный факультет, ну, и достаточно быстро, вот, кстати говоря, это ребята, с которыми я хотел дружить, вот, дружил с теми, а хотел дружить с этими, вот, если хотите, могу назвать, если кому-то интересно, значит, это первый Филипп Старк, Инга Маур, Джаспер Моррисон, Марк Ньюсон и Патрици Океола, это все дизайнеры, предметные дизайнеры, ну, вообще, очень крутые чуваки, вот, и я, ну, как бы, стал заниматься какими-то проектами, конкурсами в институте, у меня, как бы, интерес очень быстро ушел, как бы, от того, что преподают в смежные какие-то сферы, в том числе в дизайне, я стал участвовать в конкурсах, что-то там выигрывал, вот, это вот, там, три проекта у меня было, там, две заправки и станция метро в Казани, я, как бы, на третьем, на четвертом курсе участвовал, выиграл, и в 2000 году я попал в Милан на выставку из Салони, и тогда окончательно осознал, что, ну, вот, вот этот мир, ну, все это было ошеломительно для меня, потому что я, ну, Казань 2000-х годов, 2000-го года, это довольно такое, ну, провинциальный город, темный, без освещения, там, люди не ходят после девяти вечера по улицам, вот, все это было так, вот, все очень, очень архаично, и вдруг я попадаю в Милан, и это совершенно, ну, как бы, это просто другая планета, и предметный мир там совершенно другой, и тут ходят дизайнеры, и я тогда познакомился, первый раз увидел, там, Рона Арде, который, как бы, ну, я знал его работы уже на тот момент, но я увидел его живьем, он презентовал там свои предметы, это была очень эмоциональная история, вот, и, ну, я, как бы, тут стал потихоньку делать какие-то, реализовывать свои проекты, первый проект у меня был японский ресторан, я там сделал кучу всего туда придумал, произвел, нашел какие-то производства в Казани, это был 2003 год, уже первый, там, первый проект после моего выпуска, потом там я построил дом своим друзьям, тоже под Казани, тоже туда очень много всего сделали, вот, и я, ну, как бы, ну, я не был удовлетворен, то есть, как бы, я занимался практикой, там, интерьерной, практикой архитектурной, там, что-то постоянно, там, вот, в Испании у меня был проект большой, там, я сделал несколько домов, построил, это вот начало двухтысячных, там, середина, вот, до одного момента, когда в 2008 году я делал проект, который назывался, ну, это был лобби на, я здесь, здесь, в Москве жил уже тогда, вот, это было лобби одного жилого дома, на Остоженке, Остоженка 11, по-моему, вот, и там тоже был конкурс, или что-то типа тендера, я его выиграл, пришел к застройщику, говорю, ну, типа, чуваки, давайте мне контракт мой, как бы, я выиграл конкурс, давайте заключать контракт на интерьер, а если, ну, делали мы этот проект с Сережей Колшином, если кто знает, бюро Ли Ателье, очень классный тоже архитектор, вот, очень люблю то, что он делает, вот, они говорят, слушай, ну, короче, да, безусловно, мы, как бы, ну, контракт, это все хорошо, но, знаешь, нам нужна звезда, мы хотим, чтобы ты нам, ну, достал звезду, вот, и, ну, во-первых, нужно подумать, кто это будет, мы хотим европейского дизайнера, очень известного на весь мир, вот, во-вторых, нужно его привезти, и, как бы, в Москву, и, значит, сделать эту коллаборацию, консорциум, вот, я такой, ну, я задумался, вот, ну, мне было сколько, мне было 29 лет тогда, я подумал, ну, вообще, это элементарно, вот, я стал думать, кого я могу, как бы, привезти, вот, стал, у меня были друзья в Москве, которые занимались, там, кто-то был агентом каких-то итальянских фабрик, кто-то занимался, там, разными, разным ритейлом, я говорю, ну, вот, там, одному говорю, второму говорю, вот, такая задача есть, нужно, как бы, привезти, мы посоветовались, выбрали троих человек, первый был Пьер Оли Сони, второй был, я его все время забываю, и третий был Инга Маурер, вот, Марио Беллини, второй был Марио Беллини, вот, сейчас фабрика B&B, там, недавно перезапустила его диван, 70-х годов, он вообще сейчас очень популярный, один из, мне кажется, лучших у B&B, вот, и это был, был, там, конец марта, начало апреля, в общем, я полетел в Милан, для того, чтобы с ними, со всеми встретиться, с Пьер Оли Сони, правда, мы не смогли назначить встречу, мы назначили встречу с Маурером и с Беллини, вот, и Беллини был первый у меня в списке, вот, хотя я хотел больше работать с Маурером, потому что он занимался освещением, как бы, это вообще, как бы, человек, который занимается светом, вот, занимался, точнее, и, как бы, он делал крутые световые инсталляции, я подумал, что, ну, как бы, и эта коллаборация будет, и, там, консорциум будет проще, потому что я, как бы, там, знаю, я сделаю свою часть, он сделает свою часть, вот, а с Беллини непонятно, как взаимодействовать, вот, ну, во-первых, у меня был Беллини, ну, вот, я приехал на Фьеру тогда, я помню, назначили мне встречу, вот, и он такой, я приехал, значит, у меня, там, типа, 12 встреч, я приезжаю, прихожу на стенд, где он должен появиться, там нас должен был, как бы, познакомить один мой знакомый, как бы, у которого шоурум в Милане был в то время, Джанни Монтальбетти, вот, он говорит, ну, Марио немножко задерживается, подожди, вот, в итоге я жду Марио 40 минут, вот, а у меня просто, ну, еще встреча назначена с застройщиком в этот же день, как бы, ну, словно говоря, заложил там, и потом еще с Маурером мне нужно встречаться, вот, я жду 40 минут, сижу спокойно, вот, и в какой-то момент приезжает Марио Беллини на стенд, вот, и заходит, к нему подходит Джанни, говорит, Марио, там, чувак приехал из России, из Москвы, значит, он, ну, у тебя с ним встреча, вы должны обсудить, там, значит, проект, вот, он тебя тут ждет уже 40 минут, ты же, вот, опоздал там, ну, давай, может, это, иди к нему, и он такой, да, типа, кивает головой, я смотрю, он там что-то ему отвечает, и он такой, ну, вот, и он так смотрит на меня немножко, как бы, боком, и ничего не говорит, там, не кивает, просто идет мимо, а там сидят на диване две девушки, которые работают на стенде, такие модельные внешности, вот, и он просто, вон, садится к ним, и они начинают пить шампанское, вот, ну, я сижу, а значит, я сижу, я думаю, ну, ладно, окей, как бы, малый, может, это его дочери, в конце концов, там, внучек, я не знаю, вот, я сижу, жду, и в какой-то момент я понимаю, что, ну, нет, вообще все не нравится, все эта ситуация мне не нравится, и я подхожу к Джанни, говорю, Джанни, извини, я поехал, у меня просто встреча, времени нет больше, и я поехал, короче, пока, он говорит, ты че, как, ты че, это же, это же Марио Беллини, ты так нельзя делать, ну, типа, он сейчас освободится, я говорю, не могу я ждать больше, у меня встреча с моими заказчиками, мне надо ехать, извини, как бы, ну, я говорю, ты час там прождал Марио, все, пока, я уехал, и он мне звонит, ну, Джанни мне звонит, я уже еду в такси, он звонит, говорит, блин, там, Марио в бешенстве, как так, вообще, ты, типа, ну, я для него вообще очень пацан, просто молодой, он говорит, как так, ты уехал, не дождался Марио Беллини, и вообще, это же, ну, как бы, так нельзя, я говорю, извините, вот, я поехал, встретился с заказчиками, поехал к Инге Мауреру, вот, показал ему свой проект, говорю, вот такая история, он, в отличие от Беллини, сразу со мной поговорил, мы, прям, конструктивно, там, за 20 минут все пришли, он сказал, все, мне все нравится, классно, вот, давай контакт, значит, заказчика, и мой офис с ним свяжется, договорится, когда я прилечу в Москву, и будем делать концепцию, вот, собственно, это фотографии макета, которые, по итогу, он сделал концепцию, вот, я не буду ничего объяснять, потому что, ну, это в большей степени его история, да, и я не успел, на самом деле, в тот момент толком понять вообще, что он имел в виду, то есть я потом, как бы, ее интерпретировал, он мне какие-то вещи рассказывал, конечно, вот, но, как бы, как я ее интерпретировал, правильно, нет, я не буду говорить, в общем, он прилетел в августе в Москву 2008 года, уже с проектом, с, как бы, с этой историей, вот, и все, как бы, вроде бы клиенту все понравилось, заказчики, как бы, почитали репу, сказали, да, классно, вот, а потом случился дефолт в сентябре, и этот проект не состоялся, то есть это вот, ну, вот все, что от него осталось, короче, вот, это грустная, на самом деле, немножко история, потому что, ну, было бы круто, если бы они его реализовали, вот, но для 2008 года это очень мимолистичный проект, я думаю, что они его и не поняли, и, как бы, поэтому еще не сильно они, как бы, за него сцепились, вот, и вот здесь, вот, когда мы одним, там, августовским вечером сидели с Инга на Фрунзенской набережной, тут недалеко на лавочке пили фернет, он мне сказал одну фразу, которая, ну, мы, как бы, разговаривали еще много, там, про творчество, про, вообще, я ему рассказывал про Россию, про Казань, откуда я вообще, там, приехал, и он мне рассказывал про, про войну, как бы, он же немец, он мне рассказывал про войну, про то, как он, ну, как бы, переживал войну, как он все это видел, вот, и в какой-то момент, когда я говорю, там, ну, вот, в Казани, там, в Казани, я ему все время говорю про Казань, хотя мы на Фрунзенской набережной, он говорит, слушай, ну, ты здесь, в Москве, живешь? Я говорю, да, а сердце у тебя там, ну, типа, в Казани, я говорю, слушай, ну, типа, ну, да, он говорит, тебе, наверное, надо вернуться, потому что, ну, я чувствую, что, как бы, вот, тебе туда надо. Для меня это было, ну, прям, я тогда думаю, блин, ты че, вообще, какая Казань, ни за что туда не вернусь, вообще не хочу, и, как бы, я уже, ну, сколько тебе, так бы, на тот момент уже 6 лет в Москве жил, я уже, как бы, ну, не чувствовал, как бы, никакого, там, такого трепета или еще чего-то, как мне казалось, я думаю, нет, я не поеду в Казань, я здесь останусь, я буду здесь работать, жить, и вообще, мне все нравится. Вот, ну, буквально прошло два года, два с половиной после этого, я вернулся в Казань, вот, я сам не понимаю, как это получилось, если честно, ну, то есть, когда мне задают вопрос, почему ты вернулся, я, честно, не знаю, ну, то есть, как бы, какой-то, вот, у меня случился, то есть, такой порыв, вот, мне моя жена сказала, я, типа, не хочу в Москве жить, и вот мы с сыном оставимся в Казани, я какое-то время жил на два года, на два города, а потом такой, в какой-то момент думаю, не, а че я, как бы, ну, че я тут делаю, я поеду в Казань, и мне очень, как бы, эта мысль, как бы, так очень вдохновила, я так с удовольствием туда приехал, вот, но Казань сейчас и Казань, в 2011 году, это, ну, небо и земля, это два разных города, и тогда там было, ну, как бы, я туда переехал, такой, типа, и че, вот, и как бы, че я тут буду делать, я тут вообще не понимал, вот, но в какой-то момент, короче, у меня случился, случилось два классных проекта, для меня они были очень важными, это случилось, на самом деле, в 2013 году, в 2014, вот, я тогда уже, как бы, ну, там, поработав фрилансером, уехав там на Бали, вернувшись, я посидел там, че-то подумал и решил, что нужно, ну, нужно открыть дизайн-бюро, че я вообще, как бы, до сих пор этого не сделал, непонятно, вот, и я придумывал, как бы, дизайн-бюро, которое назвал Яротан Дизайн, ну, как бы, это было необычно тогда, как бы, татарскими названиями, вообще, что-либо называть, вот, это, как бы, ну, были, конечно, там, был татарское телевидение, типа, его обычно смотрели такие, всякие бабушки татарские, и вот они, вот, все это очень любили, а в какой-то такой модной, молодежной, прогрессивной среде это совершенно, ну, как бы, не было распространено, я назвал Яротан Дизайн, подумал, что, ну, с маркетинговой точки зрения, это, конечно, ну, явно сложная история, потому что, ну, как бы, непонятно, что это, а, ну, с другой стороны, для меня это очень важное было слово, потому что, ну, я как-то в Москве, его, оно у меня в голове возникло, я такой, как бы, его зафиксировал, и думаю, прикольно, ну, то есть, как бы, вот, и вот я сделал два проекта на тот момент, 13-й год, и так сложилось, что, там, сделал туда очень много всяких предметов, ну, там, не знаю, там, светильники, вот какие-то стены, там, которые торчат, то есть, ну, почему-то так мне захотелось, как бы, придумывать туда предметы и сделать, вот, и буквально через год после того, как, там, я это реализовал, я, а, нет, еще, еще, еще одна история, подождите, вот, еще была история у меня, я участвовал в конкурсе премии Авангард, и я прошел, там, значит, вышел в финал, там, четыре человека поехали в Милан со своими макетами, и так получилось, что выставка была в пространстве Спацио Критса, где всегда выставлялся Инга Мауров, вот, его световые инсталляции, и я такой, типа, а мы, как бы, ну, с тех пор вообще не виделись, вот, он сделал свою концепцию, я больше его не видел, не слышал, просто, вот, как бы, я такой, ничего себе, ну, как бы, прикольно, я думаю, интересно, он меня вспомнит или нет, это, ну, как бы, тоже Миланская выставка, апрель 2013 года, я такой вдохновленный, иду, значит, мне говорят, вот, в семь часов будет официальное открытие, он приедет, будет, там, ну, как бы, тусовка, в общем, будет все классно, и ты, как бы, приходи тоже, я в надежде, что, ну, как бы, мы встретимся, он меня узнает, и мы поболтаем, я, как бы, прихожу к семи часам, вот, и жду, стою, значит, на крылечке, идет дождь, мерзкая погода, вообще, в Милане была, и, ну, я стою, так, жду, как бы, чтобы не пропустить, я смотрю, значит, вдруг появляется много людей, там, много журналистов, какие-то, как бы, чуваки, все, значит, красная дорожка, остановится машина, выходит, он выходит с женой, все его сразу так окружают, он идет, что-то разговаривает со всеми, и подходит, ну, а я стою на крылечке, вот, и, как бы, очень пристально смотрю на него, он так подходит, подходит к двери уже, видит меня такой, так смотрит на меня, и проходит дальше, и я такой думаю, блин, не узнал, и я такой, ну, думаю, ну, я расстроился, если честно, потому что я думал, что, как бы, вот, мы же делали, блин, вместе классный проект, и вообще, как, как ты мог вообще не узнать, вот, и, в общем, я расстроился, вот, зашел внутрь, походил, что-то грустный, и ушел, ушел просто гулять по Милану, думаю, ну, веселитесь, мне вообще не весело, и я ушел, вот, и, вот, это, вот это вот его, как раз, инсталляция была со свечками, свечи у нас висели в шоу-руме, в Казани эти, ну, как бы, в память о нем, вот, и, и в какой-то момент я, значит, я очень далеко ушел, я шел, шел, и мне звонит телефон, и, там, чувак, один наш знакомый, вообще, звонит и говорит, а ты где сейчас вообще, в Милане? Я говорю, ну, да, он говорит, тут, короче, сейчас, в общем, сейчас, погоди, и он дает трубку какому-то незнакомому мне человеку, и тот говорит, Петр, тут такая история, значит, вот, Инга Мауэрр хочет вас видеть, очень хочет с вами поговорить, вы, типа, не могли бы вы вернуться, или, там, прийти в Спасок Рицу, далеко вы, недалеко, я говорю, ну, я, не знаю, я ушел, я говорю, ну, полчаса, наверное, мне надо, чтобы вернуться, потому что я, как бы, я ушел, он такой, ну, да, ну, хорошо, приходите, вот, я, значит, такой, ну, я иду обратно, прихожу, вот, мы сидим, а точнее, мы еще не сидим, там, значит, много очень людей, я захожу, и просто, ну, как бы, как в ночном клубе, там, просто невозможно пройти, просто, вот, все в людях, как в метро, в час пик, вот, я думаю, как, где его искать вообще, как искать, как подходить, вот, я захожу, и меня хватает этот чувак, который мне звонил, говорит, все, пошли, я, как бы, вот, все, я сейчас проведу, он подводит меня к тому второму парню, который мне звонил, это его, там, какой-то в агент, агент в Восточной Европе, он подводит, говорит, вот, я привел, иди его к Инго, и он меня ведет к Инго, Инго стоит в окружении, там опять людей, все там что-то пишут, фотографируются, общаются, я подхожу, ему там наука говорит, вот, типа, чувак, которого ты хотел видеть, и он такой, о, типа, ребята, сейчас мне надо, короче, на часок отойти, и вот с этим юношей, в общем, у меня будет сейчас интервью, и мы уходим, уходим за, как бы, ну, за кулисы, там, такая у него, там, офис у него, мы уходим, садимся за стол, и это ровно тот же стол, за которым мы сидели, условно говоря, там, в 2008 году, первый раз, когда встретились, пять лет назад, вот, и вот мы сидим, и мы разговариваем, он мне рассказывает, как бы, а я еще не понимаю, как бы, ну, я думаю, неужели он вспомнил меня, ну, как бы, как это произошло вообще, то есть, у меня не связывается в голове, как бы, почему он сначала прошел мимо, а потом мне какие-то ребята звонят и говорят, типа, вот, нужно поговорить. Оказалось, что мой макет, там, мой макет был, мой проект, его каким-то образом зацепил, то есть, он, как бы, ходил, там, 20 макетов одинаковых, ну, в смысле, там, 20 остановок, вот, все были, на самом деле, все были сделаны, ну, как бы, на, этим, на 3D принтерах, там, в основном, напечатаны такие, или из пластика, с подсветкой, все такие, в общем, были навороченные, а я делал из дерева, причем, это, я еще тогда не занимался столярным делом, просто совпадение, у меня был просто кусок бальза, типа, нож и напильник, и я, короче, там, ну, последние 3 дня перед сдачей этого проекта, я пытался, что-то там, выпилить, короче, выпилил, в итоге, этот макет, я, вон он стоит, видите, деревянный, и рядом такие цветные ядки, и он как-то, ну, вот, он как-то на него, так, прям, среагировал, говорит, очень крутая работа, прям, вот, чувствуется, что там, как бы, очень много энергии в это, вот, что ты вообще, как бы, как ты так сделал, объясни, расскажи, что это такое вообще, ну, я ему рассказываю, вот, так и так, ну, это, вот, у меня такой образ, вот, а потом он мне говорит, слушай, дежавю, типа, мне кажется, мы уже, ну, как будто бы мы здесь когда-то уже сидели и разговаривали, я говорю, ну, да, типа, вот, 2008-й, там, помните, вот, был такой эпизод, Москва, и он такой, типа, да, и, и он меня вспоминает, короче, мы начинаем разговаривать, он говорит, слушай, а чем ты вообще занимаешься, ну, типа, чем ты занимаешься, 2013-й год, вот, как бы, меня еще не было тогда, даже дизайн-бюро, я говорю, да, ну, так, разным, тут, там, вот, а он говорит, а вот не хочешь поработать в моем бюро в Мюнхене? Я говорю, нет, ну, в смысле, я говорю, нет, не хочу, потому что у меня, у меня есть обязательства, я вспомнил, мне надо там кое-что доделать, я сейчас не могу, и, в общем, я, короче, я, я настолько, для меня это было неожиданно, и я, мне кажется, даже испугался, вот, такого неожиданного предложения, я ему отказал, ну, типа, я говорю, нет, я не могу, у меня, короче, там дела, я поехал вообще, вот, он говорит, ну, ладно, как скажешь, ну, типа, если вдруг решишь, вот, ну, ты позвони, вот, у меня телефона мобильного нет, ну, вот, там, визитка, офис, звони, скажи, чё, как, вот, вот, ну, я, короче, я, до меня дошло, через какое-то время, что я вообще сделал, как бы, я просто такой, даже, даже не то, чтобы это до меня дошло, у меня просто, я приехал в Москву, вернулся, когда, ну, и мы сидим, у меня там приятель, я говорю, вот, так, вот, сынга, там, он меня позвал работать, он такой, о, ну, круто, вообще, типа, поздравляю, я говорю, я ему отказал, он такой на меня смотрит, ты прикалываешься, я говорю, нет, ну, как бы, я говорю, ну, у меня там, знаешь, мне в Казань надо, у меня там, как бы, кое-какие дела незаконченные, такой, ты придурок, конечно, ты, как, как ты мог вообще, ну, то есть, ты понимаешь, вообще, кому ты отказал, и вообще, что ты сделал, и, и, и самое главное, что такие люди, они не предлагают два раза, то есть, как бы, и вообще таких ситуаций в жизни не повторяется, то есть, это, как бы, у тебя был единственный в жизни, как бы, возможность такого крутого, как бы, экспириенса, да, такой крутой получить, как бы, опыт, и ты просто его правпака, я говорю, как бы, ну, окей, говорю, а что делать-то, он такой, ну, давай, типа, попробуй, там, позвони, ну, как бы, ну, он же сказал, позвони, я, короче, ну, я через какое-то время позвонил, а даже потом съездил в Мюнхен, вот, мы пообщались, и, и он мне говорит, ну, типа, слушай, понимаешь, мы тут в Германии, у нас, как бы, немножко все не так работает, как у вас в России, у нас, ну, вот, есть, как бы, бюджет, у нас есть количество людей, вот, есть, там, ФОД, фонд оплаты труда, и, как бы, налоги, и так далее, количество мест, в конце концов, в студии, вот, поэтому, ну, давай, как бы, немножко, ну, тогда место было, сейчас его нет, я не могу, как бы, никого просто уволить, и взять тебя, хотя мне очень хочется, вот, давай подождем, вот, ну, типа, позвони, там, через полгода, я говорю, ну, окей, вот, и как-то так, вот, я, в общем, не позвонил ему, потому что у меня в какой-то момент, я, ну, то есть, я, как бы, вернулся уже в Казань, я, вот, сделал, там, два проекта и подумал, ну, окей, ладно, ну, как бы, да, облажался, ну, в конце концов, ну, такой у меня путь будет, значит, я пойду своей дорогой, вот, я стал, как бы, думать, что мне делать дальше, и, буквально, да, вот, у меня такая была история, я сидел и думал, что же мне делать, блин, вообще, вот, и вот я придумал еротан, ну, началось это все с чего? Началось все с стеллажа, это вообще случайно, вообще, совершенно случайная история, вот, я, я работал руководителем в одном госконторе, в общем, у меня был такой короткий период, 10 месяцев, я поработал в большом проектном институте в Казани, в государственном, руководил мастерской, ну, там, мы делали концепции всякие, вот, и в этот момент у меня там знакомая одна делала нашим, общем, знакомым интерьер дома, там, ну, дом не очень удачный был, там, сложная такая дурацкая планировка, вот, и у них был непонятный угол в столовой, и они мне говорят, слушай, ну, вот, надо что-то с этим углом решить, короче, мы не знаем, что делать, вот, что-нибудь придумай, я говорю, мне, а мне так неохота было вообще этим заниматься, лень просто вообще что-то думать, я говорю, ну, сделайте вы, я знаю, там, фреску, там, нарисуйте что-нибудь, вот, и цветы поставьте, и, и все, будет классно, они такие, нет, мы вообще-то хотели бы библиотеку, я говорю, ну, какая-то библиотека вообще во чем, тут, как бы, а там такая пилястра, вот, если, увидите, с правой стороны чуть-чуть она торчит, там, пилястра на 15 сантиметров торчит из стены, такая колонна, я говорю, ну, была бы она там, 25-30, я говорю, можно было бы так это все заподлицо так решить, а тут, как бы, ну, извините, 15 сантиметров, какая-то библиотека, ничего не встанет, вот, ну, а при этом, ну, у меня, как бы, такой характер, я, как бы, все равно, ну, нет, нет, да думаю, да, то есть, если, как бы, есть какая-то задачка, я, как бы, периодически к ней возвращаюсь, я сидел, 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 и такой думаю, ну, 15 сантиметров, ладно, если, я думаю, поверну, вот, как бы, сейчас гипотенуза, там, сумма квадратов катетов, все такое, теорема Пифагора, поверну под 45 градусов книги, они, как бы, гипотетически влезают, начертил на листочке 15 сантиметров, взял книжку, поставил так, поставил сяк, думаю, а как я этого добьюсь, в общем, я придумал стеллаж 45 градусов, сам, как бы, вообще, того не понимая, что я его придумал, как бы сделал, пришел к своим друзьям, мы начертили его, там, мы расчертили, как бы, вообще, надо понимать, что я вообще не владею ни одной компьютерной программой, ну, там, я, я знаю Коралл, но я об этом никому не говорю, вот, вот, мы начертили, я, я даже в астакаде не чертю, то есть, вообще, я такой, говорю, ну, давайте его сделаем, мы вот сделали, я, там еще угол такой был сложный, вот, сделали и забыли, вот, это был 2015 год, я, как бы, ну, я пошел заниматься своими делами, другими, вот, в какой-то момент, не знаю, я приехал в Москву, встречаюсь там со своим товарищем, как раз, который сказал мне, что я идиот, что я не поехал к Инго работать, мы сидим, я говорю, вот, придумал такую историю, стеллаж, и мне кажется, мне кажется, что такого больше нет, ну, то есть, я вообще, вот, я, как бы, периодически, там, ну, какие-то поиски делаю, и не могу, как бы, найти, он, походу, уникальный, он говорит, а есть фотки? Я говорю, ну, вот, там, показываем на телефоне, он говорит, а давай сделаем про него сюжет, а он был тогда главным редактором журнала Port Magazine, такой был журнал, я говорю, ну, давай, как бы, почему нет, вот, и, как бы, он, мы отсняли этот стеллаж, там, фотограф, все, я подумал, думаю, ну, дай-ка я еще один сделаю, я вот сделал себе в офис красный такой стеллаж, вот, такой сделал, думаю, вот, сделаю там небольшой, там, 2,10 на метр 20, вот, покрашу в красный цвет, поставлю в офисе, пусть стоит, вот, сделал, и такой смотрю на него, и думаю, а что интересно, если его запатентовать, вот, и, а я вообще не без понятий, как это делается, ну, то есть, никогда не занимался ничем подобным, я стал, полез в интернет, погуглил, нашел людей, которые занимаются, там, патентные поверенные, позвонил им, они говорят, вот, там, будет стоить столько-стока, вот, займет столько-то времени, вот, ну, надо там, когда ты его придумал, в общем, надо все фотографии, которые у тебя там есть в инстаграме и так далее удалить, потому что эта история, она должна быть новая, тогда тебе дадут патент, ну, и, в общем, мне дали патент через год, я заплатил, наверное, 1070 рублей в тот момент, вот, я получил два патента мировых на него, один, там, как, полезная модель, и второй, не помню, как это звучит, если честно, ну, в процессе, пока этот патент делался, я подумал, а что, если и вообще, ну, почему я его, ну, я же могу его производить, как бы, серийно, я могу же его делать, просто выпускать и продавать, и это классная идея, вместо того, чтобы делать каждый раз новый дизайн проекта, я буду делать один стеллаж, его продавать, больше ничего не надо придумывать, вот, и так появился, фактически так появился первый предмет, который, вот, собственно, сейчас, наверное, самый известный на данный момент, и чаще всего продается именно он, вот, и через год я уже запустил не просто стеллаж, там, где-то в мастерских, я запустил собственное производство, а как это получилось, просто тоже случайно, вот, я сел, как бы, и начал анализировать, как бы, что, что мне делать дальше, вот, и вот, собственно, чтобы понять, как создать свой дизайн бренд, я решил вообще проанализировать, что это вообще такое, и какие факторы на это влияют, почему, как бы, вообще это все происходит в мире и у нас, вот, и, как бы, собственно, как это все позиционировать, для меня было очень важно, потому что я предельно хотел заниматься именно дизайнерской мебелью, а не просто мебелью какой-то, и вот, для меня, собственно, две фразы стали такими отправными точками, первая, верхняя фраза принадлежит Филиппу Старку, между дизайном и искусством нет никакой связи, искусство самодостаточное, чистая поэзия, дизайн крутится вокруг повышения функциональности, эргономики, дизайн хочешь понравиться, а искусство это не нужно, вот, я подумал, ну да, на самом деле нужно делать предметы, которые будут людям нравиться, тогда их будут покупать, и это, как бы, не очень похоже на искусство. С другой стороны, Инга Мауэр сказал, что я хочу, чтобы мои предметы переживали, а не анализировали, да, то есть, чтобы чувства были, чтобы люди, как бы, у людей что-то оставалось, кроме интеллекта, еще какие-то чувства, эмоции, вот. Я подумал, что, ну, как бы, эта задачка, конечно, очень сложная, если я попробую каким-то образом их сконнектить. С одной стороны, сделать востребованный продукт, с другой стороны, это какая-то история про искусство для меня, про то, что я хочу, как бы, делать, про какие-то мои внутренние потребности, как художника, вот. Дальше я решил, что мне нужно, ну, как бы, разобраться вообще в том, что такое, как бы, какие факторы влияют на дизайн, я выделил четыре, вот. Вот. Это в мире так, у нас по-другому. Ну, понимаете, да, почему? То есть, первый фактор развития технологий, потом ситуация, наука и социальный фактор. Социальный фактор в мире на последнем месте. У нас на первом месте социальный фактор. То есть, у нас, как бы, вообще, если мы говорим, там, условно говоря, вот, вся эта выставка об этом говорит, ну, там, начинается она с этого, что, как бы, у нас произошла, там, смена парадигмы, и вдруг люди стали создавать предметы быта для нового человека. То есть, на Западе дизайн – это один из основных инструментов капитализма. У нас, как бы, он появился вопреки, то есть, он появился для нового человека, для того, чтобы создать среду для новой жизни, для какой-то, ну, как бы, это чистый модернизм, короче. Вот. Наука тоже у нас, как бы, сразу шла после социальных факторов, потому что, как бы, очень много, именно было смежных областей. Ситуация – это мой случай, когда я сидел и просто, вот, у меня была ситуация, мне вообще не, ну, я вообще не собирался, вроде как, даже в этот момент делать мебель. Вот. Но ситуация, и вот я стал дизайнером. Вот. Ну, и развитие технологий на последнем месте, понятно, почему. Потому что у нас, например, есть предметы в коллекции. Там, например, мы вклеиваем стекло в дверцы. Вот, как бы, в этой технологии последние, там, 200 лет ничего не поменялось. То есть, как бы, это, ну, там, да, есть, конечно, у нас какие-то танки, но очень много ручного труда. Да, поэтому с технологией, вот, лично, на мой продукт влияет не сильно. Вот. И вот я собрал несколько предметов, которые появились вообще, это вот как раз про ситуацию, ну, там, верхняя часть, во всяком случае, про ситуацию, да, вот, потому что они появились, как бы, не потому что люди хотели придумать, это вообще даже не дизайн, просто это предмет, который появился, потому что нужно было там, нужна была функция, в первую очередь. Вот. Потом он стал производиться, потому что появилось производство. Вот. Там, как, например, английская булавка Уолтера Ханта, чувак просто сидел, прокрутил, придумал замочек и всё. Вот. Вот. Но здесь есть две, два, два предмета, которые здесь лишние. Кто-то может сказать, что здесь лишние? Потому что, ну, это не совсем предмет, на самом деле. Не, не Луи Виттон. И это Эрл Дин? Не, ну да, Эрл Дин, это бутылка Кока-Колы, да, и второй, и Шанель, да. Потому что это вообще не предмет, это упаковка. То есть, и это как раз случай, когда у дизайна появился образ, да, то есть, как бы, все вот это, это, как бы, ну, предметы, которые, как бы, там, у них есть пропорции, у них есть функции, они классно придуманы. У них нет образа, они, как бы, такие просто. Вот. А здесь появился образ у Кока-Колы, вообще, знаете, что чувак, который придумал Кока-Колу, думал, что её делают из какао-бобов. Вот. И поэтому, на самом деле, бутылка, она, как бы, образом является какао-бобом. И чуваки, как бы, не знали, что это вообще какао, и они такие, о, классная бутылка, давайте будем её производить. А потом оказалось, что это какао, а в Кока-Коле какао нету. Ну вот. Вот. И, соответственно, я, конечно, как, ну, там, человек уже близко знакомый с многими культовыми вещами, как бы, много изучал того, что вообще люди делают, в основном культовые предметы мне, конечно, больше нравились, как бы, такие очень яркие, очень такие классные. Вот. И вот эти парни, они как раз вот это вот всё придумали. Вот. И я понимал, что, ну, как бы, здесь-то как раз вот есть уже и образы, и технологии, и ситуации, и так далее. И всё, как бы, у них очень, как бы, клёво сделано. Как же, как же мне туда попасть? Я вот немножко себя, конечно, туда приклеил снизу. Вот. Ну, и, значит, что я сделал? Я увидел, то есть, как бы, я в первую очередь понял, что нужно всё-таки применить 10 правил хорошего дизайна от Дитера Рамса. Ну, вот. Собственно, как делать хороший дизайн? Он уже на этот вопрос ответил, в принципе. Вот. Что ещё? Дальше я подумал, какие мне нужны необходимые условия для того, чтобы это создавать. И, как бы, определил два пункта. Отсутствие внутренних ограничений и страсть. Ну, как бы, страсть, понятно, это тот момент, когда ты садишься что-то делать. И через неделю только понимаешь, что очень много времени прошло. Вот. Ну, и, соответственно, методика. Методика, которая, ну, у меня отдельно есть лекция про методику, как я создаю предметы. Вот. Здесь, как бы, коротко я могу сказать. То есть, три пункта я выделил. Это наблюдение. Вот. Ну, как вначале, если вы помните, да, сейчас дойдём. Наблюдение или созерцание. Интерпретация. И история. История, как бы, это такая сложная составная штука. Не всегда я её применяю, потому что, ну, не ко всем предметам или не ко всем проектам это подходит. Вот. Но первые два всегда. И вот я вначале показывал, ну, подсвечник, да. Вот это как раз трансформация, когда есть какой-то, ну, условный вариант, предмет, архитектура, всё что угодно. Вот. Вы это видите, видите этот образ, а потом вы меняете ему функцию или меняете вообще его назначение и придумываете из архитектуры, придумываете предмет. У меня есть, например, вот как раз лекция, посвящённая этому, отдельная, где я показываю, как, например, там, я сделал комод из дома наркомфина, допустим, да, или там, ну, много таких примеров на самом деле. Вот. Вот тоже один из примеров. Это второй предмет, который появился, и уже, он уже появился фактически, ну, прям, вот ещё не было, у меня не было ещё производства. У меня уже был начальник производства, производства не было. Он начальник производства, поехал к себе на дачу, оборудовал там цех с покрасочной камерой и сделал первую, ну, второй уже предмет. Получается, это тумба Вера Павловна. Вот. У неё очень много образов, собственно, и в названии тоже, потому что это прикроватная тумба. Вот. Я хотел сделать тумбу круглую, потому что думал, что если вдруг у меня огромная спальня, и я не хочу ставить кровать изголовью к стене, а поставлю её в центре, то будет неприкольно, если у меня у тумбы задняя спинка будет, ну, не знаю, из какой-нибудь фанерки, вот, или она будет просто плоская, у неё не будет, как бы, заднего красивого фасада. Обычно так бывает чаще всего у комодов и у тумб, они, как бы, ну, типа трёхсторонние или вообще односторонние, вот. А мне нужно было, чтобы это был 360 градусов, поэтому я её придумал круглую, вот. Вот. И, ну, идея тут, это дом Мельникова, в плане, если вы, как бы, знаете, вот это архитектурное сооружение. Вот. То есть это, ну, у меня была такая большая тяга вообще к конструктивизму, и не просто так там дом Наркомфина тоже появился, да, и вообще к модернизму в целом. Вот. И второй, как бы, для меня, второй задачей была полная функциональность её, то есть мне нужно было сделать полный ящик круглый. Я посмотрел много круглых тумб, и у всех были ящики прямоугольные, то есть они были закруглены сзади и спереди, а по бокам они были прямоугольные, потому что направляющие, которые продаются, крепятся, как бы, к углам или по бокам. И нужно, чтобы ящик ездил туда-сюда, нужно обязательно вот эти направляющие стаи. И мы, в общем, мы сделали это, это первое моё производство. Сейчас немножко получится стало. Вот. Там не было окон, и было ужасно. И эти ребята до сих пор работают, кстати. Вот. Вот этот парень бородатый, который стоит к нам лицом, он его зовут Илья, это как раз единственный настоящий столер, который работает у нас. Вот. Вот мы сделали тумбу с круглым ящиком. Вот. Я своим начальником производства придумал, как мы сделаем. Мы придумали свои направляющие, до сих пор они так, то есть это аутентичная конструкция. Из дерева, рельсы специальные, которые крепятся к дну ящика снизу и к корпусу внутри тумбы. И они делаются из разных сортов древесины, чтобы обеспечивать скольжение. Обрабатываются воском. И, в общем, это всё работает. Это наши первые предметы, которые, как бы, собственно, были выпущены, наверное, в первый год. То есть самое-самое такое. Это одна из первых вообще съёмок для каталога была. Вот. А это вот мой первый шоу-рум. Он больше был похож... Вот я держу патент как раз в руках. Это первый шоу-рум, который больше был похож на склад, потому что у нас склада не было. И мы всё время что-то привозили, что-то увозили. Не успевали распаковывать. И нужно было всё время какая-то была какая-то моторика. Вот такой вот большой мужчина в кресле. Это как раз наш начальник производства, Роман Викторович. Вот. И мой, собственно, вот офис слева. Так это вот было ещё 4 года назад. Да. В 19-м году ещё так было. Вот. И, собственно, это несколько моих проектов, которые я в разное время реализовал. Это я всё подвожу к тому, что я, в принципе, наверное, закончил. Да. Вот. Если есть у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Вот. Здесь есть контакты, если кому-то нужно что-то написать, посмотреть. Есть там, не знаю, YouTube, Telegram. Всё-всё-всё есть. Вот. И ещё вот, наверное, во второй половине апреля в A-House я буду делать такой мастер-класс. И я просто сейчас вам в двух словах расскажу, что я буду делать. Мастер-класс, который будет 2 дня по 6 часов теории, который охватывает достаточно большой пласт того, чем я занимался, начиная от, условно говоря, юридических вопросов, о том, как защищать свои изделия, вообще, как выходить на рынок, как искать свою нишу, как мониторить рынок и так далее, заканчивая творческими заданиями. Вот. И как бы в этот мастер-класс ещё входит 4 онлайн-встречи уже тет-а-тет, не с группой, группа там, типа, 10 человек, наверное, будет. Вот. Где мы будем работать с предметом уже, с каким-то конкретным, и потом, как бы, этот предмет будет делаться с конструктором, и, как бы, в итоге мы должны, ну, там, за, там, условный месяц выпустить прототип с полной себестоимостью. Вот такая история. Если кому-то вдруг эта история нужна, интересна, или кто-то хочет стать дизайнером, или кто-то хочет запустить свой бренд, или кто-то хочет, не знаю, уже стал дизайнером, хочет улучшить качество своих продуктов, то вот можно попробовать эту историю узнать. Вот. Всё, спасибо. Огромное спасибо за лекцию, что делились не только историей успеха, но и по-честному рассказали всё, как было. У меня вопрос. Удалось ли собрать джекпот из 10 принципов хорошего дизайна хоть в одном длине? Ну, на самом деле, я думаю, что 10 принципов есть у стеллажа. Это моё субъективное мнение. Может быть, это не так. Я так думаю, потому что, как бы, например, у стула, который вот последнюю премию получил, у него есть 9. Десятого нет. Это инновационность. Вот. Ну, как бы, у стула вообще инновационно быть сложно, да, если он, как бы, ну, не знаю, не разговаривает сами, или что-то такого не делает. А у стеллажа, как бы, это есть. Потому что, ну, как бы, я решил, там, условно говоря, ну, там, это самый тонкий стеллаж в мире, и он решает вопрос, там, узких пространств, да, то есть вы можете его поставить, он 15 сантиметров глубиной, вы можете его поставить, не знаю, в коридоре, если у вас нет маленькой квартиры, нет места для библиотеки, допустим, и коридор тоже не очень широкий для обычной библиотеки, то его можно поставить, и, в общем, это суперфункционально будет. Вот, поэтому, да, один предмет есть. Спасибо. Здравствуйте, спасибо еще раз за лекцию. Хотела задать вопрос. Если мебель производится у нас под заказ, соответственно, сертификация для нее не нужна. Наблюдает ли серийное производство, например, стумбы или какими-то позициями, которые просто, ну, меняется цвет. Как вы производите сертификацию? Что вы продаете? На самом деле, сертификация нужна, ну, при определенных, то есть, если мы, как бы, продаем ее сами в своем шоуруме, да, нам не нужно, не нужно ее сертифицировать. Есть, как бы, определенные моменты сертификации материалов, вот, ну, там, мы, мы, например, используем древесину, древесину у нас в России покупается через Egois как алкоголь, то есть, вы, как бы, официально заходите и все сделки с древесиной фиксируете, и это, как бы, уже является сертификатом для внутреннего рынка, вот, соответственно, когда вы используете, ну, там, условно говоря, лаки, эмали, и масла, они тоже уже все сертифицированы. Тут, как бы, есть вопрос не сертификации продукта, а сертификации производства, там, по ИСО, да, но это, это уже, если вы, условно говоря, идете продаваться в Леруа Мерлен, например, или какие-то большие проекты, вот, это нужно, но если вы, как бы, работаете, и то, это нужно им, то есть, как бы, потому что они запрашивают, если вдруг возникают какие-то юридические вопросы с мебелью, то им нужно, как бы, ну, будет предоставлять, это больше для юристов нужно, вот, а производство сертифицировать нужно для того, чтобы, в общем, выходить на экспорт, вот, ну, не везде, не во всех, не во всех, как бы, странах, но многие это, это требует, да, при прохождении тех же самых таможенных процедур, нужно, чтобы производство было сертифицировано, когда у вас сертифицировано производство, у вас, и, соответственно, есть, как бы, техкарты, тех предметов, тех, той мебели, которую вы везете, вот, и она должна просто соответствовать, там, определенным стандартам, вот, поэтому мы, мы никак не сертифицируем, ну, пока мы никак не сертифицируем, причем, как бы, у нас вообще эта сертификация работает странно, то есть, она не так, как на Западе работает, поэтому, если сертифицировать и там, и здесь, это будет две разных истории, потому что здесь сертифицируется, там нет такого, то есть, у нас, как бы, есть, например, мебель для сидения, вот, вот так прямо звучит, там, мебель для лежания, вот, то есть, вот вы, как бы, кровать сертифицируете, диван, и вот у вас, как бы, категория, вы в категории это и сертифицируете, вот. Спасибо большое. Еще один вопрос. В начале лекции вы говорили о том, что был диссонанс между миром, ну, протестом, был диссонанс между миром реальным и миром журнала. Вопрос, когда наш мир соединится? Ну, ну, у меня он соединился, мне кажется. Ну, то есть, я, как бы, через год, наверное. На самом деле, вопрос же не в том, как бы, ну, вот, у вас есть ваша песочница, ваша песочница, есть ваши куклы, которые, с которыми вы играете. Вы можете эти куклы в любой момент убрать, другие поставить. То есть, вы, сами формируете вокруг себя среду. И когда вы говорите, когда у нас изменится, ну, то есть, вообще, при таком вопросе, я думаю, как бы, ответ никогда, потому что оно само не меняется. Ну, я сидел такой, типа, и мне выпала там какая-то карточка, которая называлась «Еще не время». И я через полтора года только понял, что это значит. То есть, я, как бы, сижу, вот, и жду, что что-то, как бы, то есть, я вот сделал шаг, сделал движение, и жду, когда это движение что-то поменяет. Но это не домино, и это не камень, который вы бросаете в воду, и пошли круги, и все изменилось. То есть, вы, как бы, должны делать шаги постоянно. И когда вы говорите, когда у нас изменится, ну, вот, никогда. То есть, вот это надо менять самому, и других вариантов нет. Но это мое ассоциативное мнение. Спасибо за право мне поговорить. Я предупреждала, что, в дизайне вверх считается самый сложный элемент, но в какой-то в элемент вы видели это стул. Вот, сложное ощущение, так это или не так, это или не так, или не так сложное элемент? Ну, сто процентов, да, стул самый сложный. Я, вот, прежде чем делать, у меня сейчас, по-моему, три. Ну, если, как бы, брать конструктивную вообще, понятное дело, стульев в нашей коллекции больше, но вот, как бы, основных стулов три у нас. Вот. И вот, вот этот вот стул, который называется урундык, по-татарски, значит, стул. это, ну, там, типа, я его в девятнадцатом году начал думать, вот. До этого были, ну, стулья, которые я делал, они были простые, ну, то есть, как бы, у них была простая конструкция, другая. Вот этот стул, я просто, ну, я не делал этот стул, потому что я боялся, потому что я понимал, что, ну, прям, я и не готов, мне надо еще немножко подождать, потому что это, ну, реально сложная история, потому что это связано с динамическими нагрузками, с эргономикой, с, там, с кучей всего, на самом деле, да, с его, там, он должен быть легким, но при этом он не должен быть устойчивым, люди, люди должны, как бы, ну, у нас была проблема с ними, когда мы делали, там, задние ножки на деревянных шкантах, вот, и люди, когда раскачивались, задние ножки ломались, особенно, это вот, когда мы ставили это в бары, задние ножки отламывались, вот, и мы меняли, и потом придумали, ну, короче, это, это реально самое сложное, потому что он, как бы, стул, это такая вещь, которую, которую используют очень активно, и это не комод, и не, там, не знаю, не полочка, вот, поможете, пожалуйста, что... Здравствуйте. Можете, пожалуйста, подробнее сказать, какая у вас сейчас команда, какие роли, как вам вообще, как вы себя чувствуете в команде? Можете, Блин. Ну, могу. Команда, честно, вот я даже сейчас не смогу назвать точное количество, сколько у нас человек в команде, вот, потому что, ну, у нас, условно говоря, ну, есть офис, в офисе, там, есть, ну, поскольку мы, там, помимо производства мебели, еще дома производим, то у нас есть, там, ребята, которые отвечают за стройку, есть ребята, которые отвечают за дизайн, вот, есть маркетологи, пиар-директоры, есть финансовый директор, есть бухгалтер, а дизайнеров у нас сейчас четыре, пять со мной, вот, ну, плюс производства, на производстве работает человек 12, вот, причем, ну, там, условно мы, поскольку у нас производство находится в городе Болжск, это очень маленький город, вот, такой индустриальный, маленький городишко в Мариэл, вот, это даже не за Торстан, это, прямо на границе, там, там, у нас, во всех местных газетах всегда есть объявление о том, что мы ищем человека, ну, как бы на работу, вот, но это очень сложно найти, то есть у нас практически нет текучки по этому, то есть у нас вот есть коллектив, есть ребята, которые, ну, больше, там, 90-80% может быть, людей, которые у нас работают на производстве, они работают с самого начала, вот, и, какие у нас еще есть, ну, вот, еще есть ребята, которые работают здесь, в Москве, в шоуруме, вот, раньше у нас еще было кафе, у нас были, там, баристы, повара, администраторы, вот, сейчас этого нет, потому что мы поняли, что это очень много ресурса занимает, вот, и тот формат, который мы тогда сделали, там, словно, в 2020 году, мы его, как бы, переросли, эмоционально, и мы решили, что он у нас делал что-то более крутое, вот, поэтому мы, как бы, поняли, что нужно эту историю пока остановить, вот, ну, в целом, вот, как, а, есть логисты, еще у нас даже есть люди, которые работают вообще, ну, то есть у нас, там, условно, руководители дела продаж, основной, как бы, человек, который занимается продажами, она, в, типа, в декабре месяце прошлого года уехала жить на Кипр, вот, то есть, ну, переехала, но, тем не менее, осталось работать у нас, она просто работает удаленно, занимается, и, в том числе, и логистикой занимается, и продажами, вот, поэтому, ну, вот такие люди, и такие должности, у вас есть на МГЦ, или вы сами? Ну, у нас, ну, если говорить про какие-то проекты интерьерные, или, там, архитектурные, которые мы ведем, да, то, как правило, там, над проектом работает 3-4 человека, вот, и есть один, ну, один из дизайнеров, который, как бы, ведет этот проект, является, собственно, менеджером проекта, но я понимаю, что это не очень правильная история, ну, потому что, те люди, которые занимаются проектированием, они немножко, ну, в другом, в другой, у них другая парадигма, они находятся в другом каком-то течении, и менеджерить у них не очень получается, то есть, они, они, как бы, либо делают хороший проект, вот, ну, в офисе, да, либо менеджерят, совмещать очень сложно, поэтому, ну, как бы, на самом деле, вот это сейчас, наверное, такая вакантная история, которую, просто, буквально, там, неделю назад я, мы, как бы, в компании приняли решение, что, ну, дизайн-бюро, мы, как бы, мы хотим растождествить его, как бы, с производством и с домами, то есть, как бы, оставить бренд, там, дизайн, как бы, вот как бренд, который занимается мебелью и домами, а дизайн-бюро вывести, как бы, в отдельную структуру, и вообще не называть это иратом дизайн, вот, и потому что там, ну, там, там достаточно большая, активная часть того, чем мы могли бы заниматься, вот, это будет отдельная штука, она не будет связана, вот, поэтому, ну, в любом случае, менеджер проекта появится, если говорить про интерьеры, и акси-кору. А на сколько вам можно флактации совмещать, или ваших препаратов, нечаясь? Да, как сказать, ну, у меня был момент, когда у меня не было офиса, я совмещал такое количество, вообще, функций, там, ну, я грузчиком был, упаковщиком, много очень у меня было профессий, вот, тогда было некомфортно, вот, если сравнивать, как бы, тогда и сейчас, то сейчас, как бы, комфортно, если, как бы, говорить о какой-то идеальной картине, да, ну, я бы, конечно, думал бы, хотел бы, поменьше заниматься операционными вопросами, больше заниматься непосредственно дизайном, вот, но поскольку многие так или иначе аспекты деятельности связаны, там, с общением с людьми, там, опять же, там, коллаборации, например, да, это в первую очередь, как бы, ну, моя история, я их, как бы, придумываю, я их двигаю, я решаю, с кем мы будем сотрудничать, вот, и, соответственно, это, ну, это занимает какой-то мой административный ресурс какой-то, в какое-то время, и, конечно, ну, просто, я бы с удовольствием сидел бы, я, причем, ну, я для себя вообще понял, что я не могу в офисе работать, то есть я в офисе прихожу, там, ну, не каждый день даже, я прихожу в офис, там, два-три раза в неделю, просто, как бы, какие-то вопросы обсудить, то есть, если я занимаюсь непосредственно созданием чего-либо, проектированием, я это делаю дома, вот, один, чтобы никого не было, вот, и желательно это должно быть, там, ну, первые половины дня, когда еще люди не проснулись и не взяли в руки телефоны, чтобы, потому что, значит, потом начинается сообщение, начинаются звонки, и постоянно выдергивает тебя из процесса, вот. спасибо. Вопрос, а как достать специально, потому что мы вот, поток оставляющих информации, у нас огромные, и так, и иначе, потому что вы стоите, у вас там в голове масса образов, которые как-то залетились, из инстаграм, из журнала, как вы, вот, да, это хороший вопрос, потому что, ну, я на самом деле тоже долгое время, когда я садился что-либо рисовать, я начинал рисовать, у меня получалось что-то, что уже нарисовано, то есть, ты как бы все равно, как бы, твоя, твой мозг, он постоянно цепляется, да, за что-то, вот, и в какой-то момент, я не помню, ну, типа, у какого-то композитора, у какого-то композитора, я прочитал, ну, а-ля Филипп Глаз, например, да, что, когда я, типа, пишу музыку, я вообще, ну, там, выключаю все носители, как бы, вообще ничего не слушаю, уезжаю там, словно в деревню, и просто, там, иду в лес, слушаю, как шумит ветер, деревья, там, птички поют, как бы, и вот это, собственно, ну, изоляция некая, она рождает образы, она рождает какие-то идеи, вот, я тоже, вот, так же стал пользоваться, как бы, этими методами, просто я свою методологию, как бы, для себя создал, и тоже, ну, там, хожу, гуляю, и я, ну, как бы, на самом деле, я почти не проектирую за столом, то есть, нет такого, что я сел, взял в руки карандаш, и сижу, что-то придумываю, то есть, я, как бы, ну, я придумываю в движении, вот, максимально, в машине, или там, на прогулке с собакой, или еще где-то, вот, то есть, когда я иду, и я не вижу перед собой, там, у меня нет монитора, у меня нет никакого пинтереста, я ничего не смотрю, я вижу какие-то другие, как бы, визуальные коды, другого масштаба, которые я, как бы, беру, интерпретирую, с ними работаю, вот, и вот, ну, вот так, а потом, а потом, потом, когда я уже приближаюсь к тому, что я делаю модель, или прототип, мы, там, условно говоря, ну, там, берем, какой-нибудь рендер, с разных ракурсов, делаем поиск по картинке в гугле, чтобы не было каких-то пересечений, потому что, ну, понятное дело, что это не панацея, потому что там многое зависит от, от просто от фона, допустим, на котором стоит рендер, от материала, из которого сделан предмет, но, тем не менее, там, иногда это работает, вот, вообще, конечно, ну, понятное дело, что невозможно знать полностью весь рынок, вот, но, вообще, конечно, ну, мониторинг какой-то все равно надо делать периодически, смотреть, что, где, как выходит, кем это выпускается, чтобы, ну, не попадать, хотя это вообще почти невозможно, вот, ну, как бы, ну, вторичность, она не появляется, то есть, когда у вас появляется предмет, который похож на какой-то предмет другой, и, скажем, вы это сделали неумышленно, да, там, ненарочно, не специально, шли к тому, чтобы кого-то скопировать, это не совсем вторичность, вторичность, это все-таки, когда вы, как бы, пытаетесь, ДНК, перенять, понимаете, и вот тут момент, как раз, я считаю, важный, в том, что, ну, я вот показывал, например, дизайнеров, да, из них никто не вторичен, потому что у каждого дизайнера есть свой почерк, свой ДНК, да, и они работают для разных брендов, да, ну, Том Диксона, Том Диксона свой бренд, допустим, вот, у Инга Мауэрера тоже был свой бренд, но, не знаю, Филипп Старк работает для разных брендов, и есть ДНК Филиппа Старка, нет, как бы, нет такого, что он для каждого бренда пытается создать что-то, похожее на то, что, как бы, у них в линейке есть, то есть у него есть, как бы, свой почерк, но это такой уровень, вот, и поэтому, наверное, ну, нужно работать над этим, то есть, как бы, я лично именно так и делал, то есть, я, как бы, брал и соединял те, какие-то стилистические, не знаю, пропорциональные решения, которые, как бы, ну, между собой каким-то образом связаны, вот, появилась такая, некая стилистика, и я плюс-минус, как бы, в ней и работаю, вот, а что это там, как бы, из чего она состоит, я могу перечислять, там, там, есть, там, архитектура модернизма, есть, как бы, какие-то японские, как бы, мотивы, есть скандинавские мотивы, есть, там, наши татарские национальные, то есть, это, как бы, такая ткань, из которой, как бы, я собираю большой пазл.